Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 марта, и я вот наконец приступила к посеву редиса, хотя грядка была сделана уже давно, неделю назад вскупана, но у нас был продолжительный период, шел снегопад, было холодно, я не ходила. Не потому что редиска боится, а потому что я боюсь простыть. Я в предыдущих видеороликах говорила, что я нынче решила посеять редис как в качестве уплотнителя, там где томаты будут расти, и вот такой грядочкой, но так как я по техническим причинам сейчас не смогу сеять в качестве уплотнителя, просто потому что оказалось, что мне надо лунки заправлять, а перегной у меня еще замерзший, негде его брать, не выскребается. Я решила в первую очередь старым своим методом посеять, я сейчас потом сниму со штатива камеру и подробно вам расскажу, на какое расстояние все делаю. Но для такого способа посева, то есть эту грядку мне придется убрать, всю выдергать до того, как я здесь посею, ой, высажу сюда перцы. То есть для этого способа мне нужно выбирать именно скороспелый, с коротким вегетационным периодом. Я выбрала вот редис 18 дней, который после всхода до еды 20 дней всего проходит, и скороспелый ранний красный. А туда в качестве уплотнителя можно будет уже среднеспелые, познеспелые сорта, которые можно будет и более поздно выращивать. Но вообще, конечно, посев редиса это самый простейший, самое простое, проще некуда. Но я для тех, кто делает это, например, впервые, расскажу, все-таки какие-то ограничения есть. Вот, например, если мы в открытом грунте начинаем сеять со средины апреля, вот у нас сибирский регион, то в холодной вот такой теплице можно сеять и в марте. Тут ограничения не по температуре, вы положите, пусть даже ночью будет, вот как у нас, минус 8, минус 9, ничего страшного. Я сейчас скопала, посею, пленкой закрою, все. Тут ограничения какие? Специалисты не рекомендуют добавлять никакого навоза сюда, потому что так же по аналогии, как с томатом, может редис, ну что-то типа жирования произойти, то есть ботвы будет много, а эта будет маленькая. Потом, не рекомендуют добавлять ни золу, ни эти, как их, калийные удобрения во избежание стрелкования. Я не знаю, если добавить стрелкуется или не стрелкуется, честно скажу, на своем опыте не проверяла, но когда я делаю ранние посевы, я вообще никаких удобрений не добавляю. Зачем? Они им всего 20 дней расти, им этого хватает, то, что есть в земле. Просто вскапываю, делаю бороздки, поливаю, сею, накрываю пленкой. Все. Вот сейчас, как я делаю сам процесс, я поближе вам покажу, покажу расстояние, покажу, почему я так делаю. Но ничего сложного нет. Накройте сначала пленкой. Надо, конечно, через неделю уже приходить проверять. Как только сходы появятся, пленку снимаем. Но тут, опять же, в зависимости от региона. У нас Сигирский регион, и у нас бывает, вот к тому времени, когда пленку я снимаю, у нас еще так холодно бывает ночью. Вот, например, может быть и минус 10, и минус 12. И вот эти молодые посевы придется тогда еще дуги делать или не тканкой закрывать, или закрывать пленкой вот на расстоянии там 20-30 сантиметров. Если у вас погода позволяет, и вы снимете эту пленку, и будет ночью, например, всего 2-3 градуса, то она выдержит, никаких дополнительных укрытий ей не нужно. Ой, муж приехал, гремит на своем кране. Ну все, до свидания, сейчас покажу, как есть, и он не даст снять. Пыхтит. Продолжая рассматривать посев редиса, если какие подробности нужно указывать, то если я скажу самое главное, что когда вы будете сеять, нужно делать расстояние 10 сантиметров. Я вот даже специально принесла сантиметры. Если капусту мы сеем на более такие, вот видите, вот отсюда, от бороздки до бороздки, примерно 10 сантиметров, потому что редиска же она очень разрастается, и она будет до конца своей жизни в этой грядке. А вот дальше на этой же грядке я буду сеять капусту, я буду вам показывать и говорить, уже что расстояние достаточно между рядками 3 сантиметра. Так что вот эти две культуры, салат надо на больших расстояниях, и редиску, потому что они же здесь будут до конца, они разрастутся, вот эта зелень будет большая, и если будет чаще, меньше 10 сантиметров расстояние, будет очень загущено. Дальше. Семена не очень крупные, заделывать глубоко не надо. Я вот делаю углубление просто палкой, вот так вот, ну полтора-два сантиметра. И их можно, как раскладываю я расскажу, если это про заглубление, их можно просто вот так вот сомкнуть ряды, и достаточно сверху немного полить и закрыть пленкой. Но я буду закрывать перегноем, потому что у нас здесь вот такая почва, она как бы плотноватая немного. И если я закрою, вот так и полью, потом будет солнце, может образоваться корка, которая помешает нежному росточку вылезти. Еще вы видите, что у меня накидано как попало, потому что вообще специалисты рекомендуют полтора-два сантиметра отступать и раскладывать по одной. Но я в прошлом году вот сделала этот мартышкин труд, сидела, дырочки наметила, маркировку там, сидела, раскладывала целый день, но половина семян не взошло. Бывает у нас сейчас такое, что семяна не всходят. В этом году я решила, пусть я лучше больше пачек возьму, тем более она дешевая, особенно, сейчас покажу, ой, где-то далеко, подождите, минутку. Вот, особенно если вот такие брать, по 3 рубля стоят. И там достаточно наложено, я решила, что лучше я возьму больше упаковочек и буду сыпать вот так прям в рассыпную, как посолить землю. То есть, чтобы на одном-двом сантиметре было несколько, тут вот даже вот так вот выпало. Пусть я лучше потом прорежу, но вы можете выбрать и тот, и другой способ. Если у вас много времени, можете раскладывать по одной, на расстоянии полтора-два сантиметра. У меня, я из-за занятости своей, из-за того, что в прошлом году так пролетела с редисом. Дело в том, что его же потом не получишь уже второй ранний урожай. Я его в том году посеяла, ходила, поливала, долго ждала, вылезла штук 5-6, остальные не вылезли. Короче, получилось не всхожие. И сеять еще раз поздно, потому что сюда же я буду высаживать потом основную культуру. И получилось, что раннего урожая в прошлом году было мало. Поэтому нынче я решила просто насыпом, можете вы и так, и так сеять. Все, главное, сильно его не засыпать землю, еще раз говорю, семена мелкие. И сантиметр-полтора достаточно. Дорожки перед тем, как раскладывать, я поливаю этой водой. Тут хоть у меня грунт и влажный, но когда польешь, и семя в мокрую землю ложится, оно быстрее набухает, быстрее проклевывается. После того, как я сейчас присыплю, я еще раз немножко пролью. И вот видите, пленочка была закрыта, она уже, чтобы не испарялась влага после перекопки. Этой пленочкой я закрываю. У меня, раз я сею в марте, после этого еще будут морозы на улице. Поэтому, как только она взойдет, я буду ставить небольшие дуги с нетканкой. И будут они у меня все-таки под укрытием, потому что она выносит минус 5 заморозок, но у нас может быть заморозок более лютый. И еще хочу сказать начинающим огородникам, желательно сразу всю грядку редиса не засевать. Потому что, вы понимаете, вот он у вас сейчас одновременно раз и взойдет. Одновременно головка раз и завяжется. Это значит, что вы должны их одновременно все скушать. Это же неудобно. Вы начнете первые, когда кушать, а следующие будут стареть. Возможно, и в стрелку уйдут, и они уже будут такие грубые. Самые вкусные, они же молодые. Поэтому рекомендуется высевать в несколько сроков. Вот смотрите, я наметила вот здесь вот у меня. Я сейчас один вот этот посеяла, 4 рядочка. И другой посею 4 рядочка. Все, на этом хватит сегодня. Через несколько дней, 5-6, я приду еще партию редиса посею. Так, чтобы был вот этот конвейер зелени. И одновременно с посевом редиса я сейчас посею сразу крест-салат и салат. А там у меня уже растет зеленый лук. К тому времени, пока редис сформируется, у меня уже будет и салат, и зеленый лук, и редис. Все, вот эта первая зелень будет на столе. Будет это примерно через месяц. Что посеет, что вырастет, я все вам покажу.